Мажоретки, духовой оркестр, операторы, фотографы, прицелы объективов на выпускников. А они в осознании своей красоты, юной солидности и столь важной значимости гордо шествуют по самой главной улице города. Все внимание только им, все взгляды прикованы только к ним. Торжество выпускного вечера поистине стало триумфом для этих юношей и девушек. Это их первый большой красивый бал. Сколько их будет еще в жизни каждого. Но этот вечер, вечер под алыми парусами, они не забудут никогда. И каждый присутствующий на церемонии немножко по-доброму завидовал торжеству юности. Завидую по-хорошему, потому что сами когда-то были выпускниками. И для себя, наверное, и для них хочется пожелать, ребята, дерзайте, не останавливайтесь, чтобы эти алые паруса по жизни вас несли только вперед на полных парусах. А в жизни надо быть дерзким, умным, красивым. И все у вас получится. Глава государства всегда говорит, что где родился, там и пригодился. Поэтому я по такому принципу и сам детей, знакомых, всех агитирую, что ребята, вот сейчас медалисты будем вручать, награждать. И хочу им пожелать, чтобы все, что они делают, всегда помнили, где они родились и сюда возвращались. Потому что именно они будут продолжателями того, что сегодня мы имеем наше красивое в Беларуси и в Бресте. По золотой лестнице успеха и достижений поднимались в этот день выпускники-медалисты учебных заведений Ленинского района города Бреста. Это их заслуга, это их труд, а еще это победа всех тех людей, кто вкладывал в их умы, сердца и души свою мудрость и свои знания. Это учителя и родители. Наш праздник Аллея Паруса. Наши выпускники прощаются со школой. 734 выпускника 11 класса. Все они сдали централизованные экзамены, очень достойно сдали. 18 человек 100 балльники, 9 человек 99 баллов, 10 человек 98 баллов. Но это здесь просто не хватило, наверное, чуть-чуть везения. Тем не менее, мы все равно считаем их победителями. Очень достойно представляем и город, и республику. Третий заключительный этап Республиканской Олимпиады 52 победителя. Заключительный этап 13. И по праву можем гордиться, мы лучшие в Брестской области. А сегодня здесь ребята 64 человека получат диплом особого образца, 59 с золотой медалью, 4 с серебряной. Конечно, хочется пожелать им удачи. Чтобы знания, которые они приобрели в школе, совместно с профессиональными навыками, которые они получат, им пригодили жизни. И мы всегда их ждем здесь, на Малой Родине. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, некогда сказал Великий Пушкин. Их этих открытий немало в Ленинском районе. Заслуженными золотыми медалями награждены 59 учащихся и 4 серебряными. Они достойны этих наград. Победители областных, республиканских, международных олимпиад, как они добились успехов в спорте, искусстве и общественной жизни. А сегодня юноши и девушки делают очередной шаг – расстаются со школой. Дорогие ребята, я искренне желаю вам пронести через всю жизнь теплые, добрые воспоминания о своих школьных годах, о своих учителях. Будьте всегда благодарны своим педагогам и родителям, потому что это те люди, которые вкладывают в вас и знания, и свой жизненный опыт, и свое сердце, и свою душу. Мне очень хочется выразить свою надежду и уверенность в том, что у каждого из вас, дорогие ребята, все обязательно получится. Верьте в себя и свои силы, как верим в вас мы, учителям и родителям. Позади годы беззаботного детства, впереди дальнейшая учеба, работа, но плоды знаний и жизненной мудрости, посеянные учителями в школе, навсегда сохранятся и многое определяют в дальнейшей судьбе этих талантливых ребят. Выпускники всегда будут помнить своих учителей, которые 11 лет вкладывали в их головы знания, формировали характер, находили дарования. С первого класса я старалась учиться хорошо, в принципе у меня это получалось, и золотая медаль не стала таким уж неожиданным сюрпризом для меня. Очень хорошо получается усваивать материал на уроках, я думаю тут заслуга и преподавателей, и моя собственная, но как остается фактом, мне приходилось прикладывать очень большие пути для того, чтобы усвоить материал. Для меня сейчас основной целью является поступление в ВУЗ, это будет Бубыр, он находится в Минске, а потом уже посмотрим, возможно вернусь в Брест. Я выбрала математику и вот честно не ошиблась, потому что это тот предмет, которым я живу, люблю, вдохновляет. Я обязательно вернусь сюда, в свой родной город и конечно же Ленинский район, потому что он для меня родной район, ну и нет других родней, как говорится. Апогей, апофеоз всей нашей школьной жизни, как бы крайняя точка. Сегодня все решается, сегодня мы получим аттестаты и выяснится вообще, что мы вынесли из школы за 11 лет. Конечно, нам всем очень грустно. Что скажет Полина? На самом деле, этот день, вроде бы ждешь вот 11 лет, но они очень быстро пролетели. И сегодня и грустно, и радостно. Надеемся, что будем видеться еще со своими одноклассниками, будем рады увидеть всех. Это очень торжественное событие. Мне очень грустно сейчас находиться здесь, хотя вроде все очень классно. Вот, я запомню всех. Это радость, 11 лет, в школе все, они пролетели незаметно и наконец-то мы на алых парусах. Куда-то попали люди. Да. А куда-то вперед? В светлое будущее, конечно. К новым свершениям, к новым знакомствам и к чему-то более высокому и интересному. Многие выпускники уже точно знают, в какой вуз будут поступать, кем хотят стать в дальнейшей жизни. Получится ли? Зависит от них, а пока они делятся своими планами друг с другом, с родителями, учителями. А мечта Михаила Демиджика, золотого медалиста, выпускника пятой школы, уже сбылась. Здесь тоска по школе, потому что нам заканчивается этот путь в 11 лет, подошел к концу. Конечно же, грустно прощаться, но впереди другие победы, новый путь. Я планирую поступать в ПГУ на специальность биотехнология. Мне пришло именно приглашение. Вчера мне как раз-таки позвонили, что я прошел собеседование. Я люблю свою малую родину, из всех областных центров мне больше всего нравится Брест. И я бы планировал, конечно, вернуться сюда, работать здесь, приносить. С самого рождения он такой милый, здоровый, умный и желанный. Вы понимаете, у него нет ничего отрезательного. С маленьких лет, он 4 лет, он Бородину рассказывал наизусть. Талантливый мальчик. Я хотела бы, чтобы у него, конечно, сложилось очень многое, намного, конечно же, легче. Он очень старательно идет к этому пути. И я думаю, он многое даст нашей стране и сможет все-таки помочь и поднять ее намного выше. Желаю тебе вперед без трудностей. Всего ему хорошего. Одна латинская пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни. И это действительно так. Ведь именно школа учит преодолевать трудности, которые неизбежны на жизненном пути. Что будет дальше, зависит от самого человека. Впереди у ребят выпускной вечер, который будет полон приятных сюрпризов и интересных открытий. И принесет им массу удовольствия и незабываемых впечатлений.